всем привет дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем с вами канале и рад вас приветствовать на этом прекрасном месте планета земля в этой реальности привет с бали это очень прекрасное место и прекрасная река за мной сзади джунгли и это круто здесь честно скажу очень сильное энергетическое место на бали и прекрасно я всеми вибрациями своей души и осознанием благодарен этому прекрасному месту и сегодня я хотел поговорить с вами на тему что такое сильный мужчина современном мире это слово очень зажали очень зажали в тиски комплексов и внушение самому мужчине прежде всего чем заключаются комплексы комплексы заключаются в том что человек современный боится сказать что молится современном не мусульманин мусульмане к этому относятся наоборот осознанностью но это не значит что они все понимают что они делают но не к этому относится как счастью наш славянский рот я поговорю сейчас только за славянский рот всех кто живет на территории белоруссии украины россия молдавия польши даже за вот наш регион но хотя мой регион везде я имею ввиду где я родился где я чувствую культуру и понимаю очень глубоко чтобы ослабить нас людям низкие вибрации помогли внушить что молитва это не сильно там православие это какой-то там поп какой-то наездить на ferrari понимаете исказили жестком виде искажают эта война да эта война эта война в этом мире низко и высоких вибраций со стороны низко вибрационных сущностей которые владевают сознанием людей они делают пакости они стараются люди это делают руками потому что ими управляют низко вибрационные сущности высокие вибрации не сражаются их не оружие это любовь и понимание любого действия низко вибрационных сущностей это их не сила они осознают и понимают как действуют низкие вибрации в мире через людей и через все пространство даже через погоду низкие вибрации могут действовать высоковибрационный человек осознанный он это осознает понимает принимает и благодарит потому что он видит каждой каждой ситуации возможность научиться возможность понять возможность осознать себя глубже процесс осознания у сильного мужчины и женщины идет бесконечной да потом будет просветление но сам процесс познания глубины он бесконечный понимаете вот в один день вы можете просыпаться и вас творец вознаградил понимание со мной так случалось несколько раз даже наверно больше чем несколько я просыпался и осознанно понимал что вчера я был глупый да знаете как перепрошивка случилось и как входишь новые двери осознание и ты осознаешь что ты вчера был очень глупый и ты ничего не знал до этого это парадоксальное явление очень сильно понимаешь что ты был глупый они рады это слышать потому что я говорю знаете как то что я был глупый, а не рады это слышать. Но я говорю, что я был глупый. Из своего понимания, своей любви и принятия. Я понимаю, что существует естественный процесс роста у каждого человека, разумного, подчеркиваю, разумного. Не упертого, не нарцисса, не самонадеянного человека, а у разумного. Это прекрасный рост, постоянный. Он не изменяется, он такой, какой он есть. И я его принимаю. Я могу сказать свои слабости, которые у меня были, которые мешали мне, зажатости. Могу сказать, что алкоголь, когда я употреблял, он сопутствовал раскрепощению моему по отношению к женскому полу, к жизни. Когда я выпивал, я тогда мог на дискотеке легче познакомиться с девушкой, войти в контакт, легче разговаривать. Тогда, когда я выпивал, я ни о чем не думал. Только иллюзия пьяного угара меня уносила в расслабление и убрала все блоки на моем пути. За это могу я сказать этому магическому напитку спасибо. Низкие вибрации, да, низкие, но было очень тяжело туда вылезти, очень тяжело. Поймите, то есть мне требовалось очень много усилий, но благодаря этим усилиям человек становится сильнее. Здесь, понимаете, очень все двояко. Только упавший низ и поднявший, ты обретаешь и мудрость, и знания, и силу. Тот, кто не падал, он не знает, как падать. Он может быть сильным. Это плохо? Нет, это такой путь. Я не говорю всем, что начинать пить. Не каждый вылезет. И каждый, кто меня сейчас слышит из мужчин, сейчас я больше к мужчинам обращусь, слабый только пьет. Слабый пьет, потому что у него есть комплексы. И он боится из-за жадостей их решить осознанно, как мужчина, мужчина лицом к лицу. Да, я сильный, да, я могу. Да, на это потребуется время. Да, я могу бросить пить. Да, я могу бросить алкоголь. Да, я могу завязать связь с мясом. С этим стереотипом, навязанным мужчинам, низкими вибрациями. Также через людей. В низкие вибрации входит сознание человека, и он начинает навязывать, какое мясо полезное, святое. Я не говорю, что оно полезное. Это каждому индивидуально, понимаете. Одному полезно, второму наоборот вредит. А он упертый и не может понять, что вот, например, определенному человеку оно вредит. Но он типа, я мужик, я могу. Мужик, когда ты встал и помолился, там надо энергия. Вот там ты мужик, а ну покажи-ка жизнь, как ты можешь помолиться искренне, раскрыть свою душу Создателю. Тот, кто тебя сегодня создает. Тот, кто тебя оживляет. И туда, куда ты уйдешь, когда не проснешься в этом теле. Вот это мужик. Все другое, понимаете, это пыль. Пыль, которая бросается и навязывается мужскому населению. Молитва раньше давала силу роду. За честь было молиться. Отцы выступали как образец для детей. Они молились, чтобы дети видели. Чтоб они понимали, что есть что-то такое, какая-то энергия, что даже его отец, самый любимый, тоже молится. Он не стесняется огордиться этим. Не надо это превозносить тоже, что типа вот я теперь стал сильный. Нет. Молитва также любит кротости. Это я не говорю, что на показ надо молиться. Потом многие на показ ходят молиться в храмах. Но я смеюсь искренне. Вот я часто говорю о серьезных вещах с улыбкой. Потому что, ну для меня это смешно. Потому что видно, как эти люди себя ведут. Куда они смотрят. Сосредоточены ли они на молитве, на действии, на этом магическом. На этом прекрасном обращении и служении Творцу. Высоким вибрациям. Или он думает, у кого какая машина. Вот. А тот ходит, свечку не так поставил. А тот не подмел. Вот. Деньги на храм не выделяют. Ворует. Поп. Наверное. Понимаете? Это тоже идет атака. В храме есть низкие вибрации? Да. Там наоборот. Вогово. Со своего опыта я наблюдал. Там начинают жестко атаковать. Даже вы, если можете быть в реальном мире, в спокойствии, зайти в храм, вас начинают атаковать низкие вибрации. Бог Всевидящий. Это, знаете, как дом, где сконцентрированы высокие и низкие вибрации. Вы-то можете набраться и низких вибраций, и высоких вибраций. Верующий, кто верит искренне, он набирается в доме высоких вибраций. Низкие вибрации. Кто низковибрационный и не верит, просто ходит для галочки. Он там набирается низких вибраций. Понимаете? Храм – это логово и дом для каждого. Логово и Божий храм. Понимаете? Это в одном месте сконцентрирована вся вот эта энергия. Вся эта магия жизни. И каждый, зачем пришел, то в храме и получит. Его не надо перевешивать ни на одну сторону, ни на другую. Это большая концентрация энергии. Проводник. Это касается любого храма. И мечети, и маленького. Я когда бывал в храме, там иногда такие были энергии, атаковали. Я удивлен был. Я просто думаю, насколько я могу совладать с собой и как они могут влезть в храме мысли. Ух, даже не ожидаешь. Начинаешь видеть все свои слабости и тонкости. Вот это может настоящий мужчина, который не боится открыто разговаривать, искренне разговаривать. Не засады там стрелять, а искренне говорить. И понимать жизнь. Не готовиться к земле, как говорил когда-то один великий Кличко. А жить на земле. Не лично. Не надо, чтобы была земля моя. Она ваша, если вы уже в ней лежите, тогда она ваша. Понимаете? А чтобы она была ваша, вся земля, ходите ножками по ней и кушайте пищу, которую она дает. Каждому мужчине, вразумляйтесь, не бойтесь обращаться к Богу, не бойтесь делать это искренне, не бойтесь делать это открыто, раскрепощайтесь, убирайте комплексы, которые вас вводят потом в большую адскую гиену, алкоголь, наркотики, сигареты, все изменяющие вещества, разумное употребление мяса. Не гордитесь. Это не делает мужика мужиком. Мужика делает мужиком больше спортзал, секции. Понимаете? Вот что делает мужика мужиком. Тогда вырабатывается тестостерон, который и показывает, что вы мужик. Это мужская энергия. Понимаете? Это не бла-бла-бла языком. Всезнающий, как по телеку рассказывает. Это ваша мудрость мужская будет просыпаться в этом мире. В этом мире вы пробудите мужчину настоящего, который любит, умеет любить, умеет говорить за любовь, не стесняется этого, у которого нет никакой гомофобии. У нормального мужика никогда не будет каких-то комплексов гомофобии. О, нас голубые атакуют. О, вы что, глупые? Но их же создал создатель. Да, это не надо популяризировать. Потому что это низкие вибрации очень хорошо там проявляются. Но их нельзя отрицать. Они люди. Очнитесь. Проявите разум. Вы, кто человек не принимает в жизни все, что в ней происходит, он отказывается от Создателя. Каждый человек входит в невежество, когда отказывается от Создателя. Каждый. Он просто не может понять, что мы с вами созданы Богом сейчас. В данный момент ваше тело оживает. В данный момент это тело говорит. Разве это не чудо? Я его не оживляю. Я жизнь ничему не даю. Я могу созерцать эту жизнь. Я могу этого тигра созерцать. Понимаете? Он в шубе лежит. На бале. Мужчины, становитесь искренними, открытыми. Я говорю, не слюнтяями, а открытыми. Недалья мужчины боятся открытости. О, как я скажу, где мои секретики? Секретики это комплексы. Я не говорю быть слабым, я говорю быть сильным поистине. Истине. А не сильным в комплексах, зажатостях. В танце. Я танцор. Мне выпотреблял алкоголь, чтобы раскрепоститься. Представляете? Но когда я раскрепостился, я осознал, как он мне помог. Я его не возненавидел. Я его не отрицаю. Это хороший инструмент. Но только под бдительным контролем. Потому что оттуда вылазит очень малое количество людей. А большинство вылазит только когда уже постучат по гробу крышки. И он сразу, ой, все, бросаю курить, пить. Все, я святым становлюсь. И не боюсь за молитву говорить. Все, не боюсь. Не стеснений конит. Мамонов, красавчик, был примером к этому. Он показывал свою силу, в чем он становится сильным, но не слабым. Помните, молитва – это сила, это не слабость. Я могу это сказать открыто, с любовью к каждому мужчине. Я занимался и боксом, и сейчас могу заниматься. Агрессивными – да, это круто. Там проявляется тестостерон, но без агрессии. Для опыта. Бокс научится драться. Почему бы нет? Тестостерон, прохождение этапов. Да, любые боевые искусства. А также это искусство. Вот я акробат сейчас, профессиональный танцор. Там свои препятствия, понимаете? Там свои глубокие познания жизни. Но когда ты становишься осознанным, ты можешь познавать красоту всего этого создаваемого мира. Я шлю всем вам, мужики, искреннюю любовь. Мужскую уважение. Любовь от Создателя. От всего своего сердца вам. И также всем женщинам. Женщины, помогайте быть мужчинами. Мужчинами. Не ломайте. Делайте сильнее. Подбадривайте. Мир и любовь вашему дому. С любовью и уважением, Михаил. Рыжий шлем большой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова